Глава 111. Воссоединение. На весенние каникулы близнецы решили остаться в замке, поскольку хотели наделать побольше запасов, меняющих пол леденцов. Заказы речи на конфеты были стабильными и стабильно же росли от раза к разу их объемы, да и Малфой со временем стал покупать их продукцию регулярно, пусть и не такими большими партиями. Близнецы даже убедили кое-кого из шестикурсников помочь им наварить нужное количество зелья-основы, естественно, за разумную плату. За последние месяцы близнецы предельно четко уяснили для себя, что в Эквестрии смогут заработать на своих конфетах гораздо больше, чем смели надеяться в самых безумных мечтах получить здесь. Поэтому парни решили передать всю прибыль, получаемую от мага, в своей семье, а прибыль в Эквестрии оставлять себе. Лицензионное соглашение с Малфой обеспечит семье стабильный доход на все обозримое будущее. А те драгоценные камни, что они привезли с собой, полностью закрыли все денежные проблемы Нары. Братья даже надавили на то, что они, как часть семьи Уизли, должны, нет обязаны, внести свой посильный вклад в семейный бюджет, чтобы убедить мать согласиться с таким вариантом. Это означало, что уже весной семья Уизли обновит свой гардероб, да и вообще приобретет кучу вещей, необходимых для дома, без которых любая домохозяйка, как без рук. Приятным бонусом стало то, что благодаря совместному бизнесу эти две семьи перестали так откровенно враждовать между собой и цапаться по любому поводу при каждой встрече. Гарри с эквистрийками очень расстроились, и гать такой прикол испортила, как выразилась Скутолу, когда незадолго до этого Гермиона, наконец, прекратила веселиться и прямым текстом объяснила близнецам, для чего еще, кроме розыгрышей, могут пригодиться их пикантные конфетки, и как некоторые пары могут их использовать. Для последних ее слова, что невинные сладости могут служить не только для розыгрышей и веселья, но и для иного вида веселья, стали настоящим откровением. Затем разговор плавно перетек на трансгендеров и транссексуалов. Потрясенные братья поделились услышанным со своими не менее изумленными родителями, ну или, по крайней мере, последние неплохо притворялись изумленными. Оправившись от потрясшего все их мировоззрение шокирующего откровения, близнецы с удвоенной силой взялись за работу над второй версией конфет, действие которых, как они планировали, должно было длиться уже несколько дней или даже недель. Парни не сомневались, что неделя спокойной работы в пустом замке точно принесет положительный результат. С другой стороны, на этот раз Табун в Эквестрию должна была сопровождать Гермиона, и она их просто замучила бесконечными вопросами о том, чего ей ожидать от этого путешествия. Рон, у которого появилось аж две альтернативы, как провести каникулы, дома с родителями, став единственной мишенью для проявления активной материнской заботы, или остаться торчать в замке наедине с ушедшими в себя близнецами, тоже вполне ожидаемо решил присоединиться к их группе, как и Перси. В итоге вся прошлая компания первоклашек и немагов плюс Миртл и минус Близнецы снова собрались в Эквестрию. То, что на вокзале Кинскросс их встретили мама и старшие сестры с Раин Будеш, приятно удивило Гарри и меткоискательницы. Перенек буквально врезался в Твайлот и крепко ее обнял. Эквестрийки, хоть внешне и не показывали этого по отношению к своим сестрам так ярко, явно обрадовались ничуть не меньше. Миртл наблюдала за этим проявлением чувств с грустью на лице, пока Твайлот не удивила девушку, заключив ее в объятия вместе с Гарри. Гермиона тем временем тоже была всецело занята обнимашками с родителями. И только трое Уизли, которых никто не встречал, смотрели на остальных и улыбались. Больше всего детей поразило, когда мама познакомила их с мужчиной, оказавшимся печально известным Сириусом Блэком. Буквально все отметили, что хотя Сириус и уделил внимание каждому из приехавших, но большую часть времени он, улыбаясь, наблюдал за Гарри. В принципе, если подумать, в его реакции не было ничего удивительного, хотя поначалу это и выглядело жутковато. Главный сюрприз дня случился, когда они, прибыв камином в посольство Эквестрии, так всей толпой отправились к порталу. Оказалось, что кое-кто из встречавших их взрослых не собирался оставаться за барьером, махая вслед уходящим детям промокшими от слез платочками, а продолжил идти вместе с ними. — Да, Гермиона, твои родители тоже пойдут через портал. Рассмеялась Твайлот. — И да, Гарри, — улыбнулась она приемному сыну. — Сириус тоже присоединится к нашей компании, в конце концов. Он ведь твой крестный отец. И у нас на той стороне для вас припасен сюрприз. Думаю, вам он понравится, особенно ваша троица. Под конец взглянула на жеребенок, превращенная Аликорна, и загадочно улыбнулась. Разумеется, ее заявление вызвало поток возбужденных вопросов, на которые взрослые эквистрики только смеялись и отвечали. — Погодите, сами все узнаете. Зрелище того, как обратившиеся после прохождения портала в пару пегасов родители Гермионы пытаются передвигаться на четырех ногах, Гарри мог описать разве что словами и смех, и грех. Никто, кроме возможной его мамы, даже в мыслях не предполагал, что грейнджеры могут оказаться сквивами. Глядя на их неуклюжие движения, красно-золотой жеребенок невольно вспомнил, как и ему самому было сложно, когда он только очнулся здесь, в эквестрии. Поэтому он поспешил прийти на помощь мистеру Грейнджеру, помогая тому устоять на копытах. Оказавшиеся в непривычных телах люди поначалу не верили ему, что передвигаться на одних задних ногах даже облики пони им будет легче, пока по его настоятельным просьбам все же не решились попробовать. Блэк же в облике единорога чувствовал себя, как рыба в воде. Твай даже пришлось напомнить Сириусу, чтобы тот не пытался пользоваться магией, пока они находились в охраняемой портальной зоне. Гарри очень удивился тому, с какой легкостью маг приспособился к хождению на всех четырех. Он двигался с изяществом и грацией существа, годами практиковавшего четвероногость, отчего же ребенок даже стал гадать, нет ли у Сириуса анимагического облика. Если да, то кем он может оказаться? В итоге все кончилось тем, что и два родителя Гермионы смогли идти хоть сколько-нибудь устойчиво, а не спотыкаясь и падая через шаг, их необычная выглядящая группа направилась в сторону сладкого яблочка. Рейнбо и Скутулу большую часть времени летали рядом, просвещая новоявленных пегасов об устройстве их измененных тел и обещая помочь им научиться летать. Как только они дружно толпой вышли из здания портала, Твайлот остановилась и развернулась лицом к остальным. Ну а теперь обещанный сюрприз. Торжественно объявила Аликорна, и в ее глазах заплясали озорные искорки. Дело в том, что в этом году я отвечаю за Гранд Галлопинг Галла, и потому от имени принцесс приглашаю всех вас принять в нем участие, заявила она с озорной улыбкой на губах. На мгновение жеребенки замерли в ошеломленном молчании. — Гранд Галлопинг Галла? — ошарашенно переспросила Святибель. — Мы идем на Гранд Галлопинг Галла? Не, мы правда идем на Гранд Галлопинг Галла? — Мы идем на Гранд Галлопинг Галла? Вытрящив глаза, вторила подруги потрясенная Эпплблум. — Очмить! Обе тут же начали подпрыгивать не хуже Пинки Пай и запели. — Мы идем на Галла, мы идем на Галла, и скоро все мы станем принцессами Бала. Через мгновение к ним присоединилась и Скуталу, закладывающая крутые петли над головами подруг. Гарри просто смотрел на это действие округлившимися глазами, как-то не ощущая желания к ним присоединяться. Маги с ведьмами из Квибы также пялились на выкрутасы жеребенок с разной степенью недоумения и любвы в своих глазах. Пока мама с улыбкой наблюдала за реакцией шебутной троицы, Рерити подошла к обращенным людям. — Галла? Крупнейшее событие года. С нескрываемым воодушевлением пояснила она. — Большой бал в Кантерлоте, на котором присутствуют только избранные. Там будут сами принцессы. Она картинно вздохнула и мечтательно улыбнулась. Музыка, танцы, веселье. Все пони в Эквестере просто мечтают попасть на этот праздник. И если вы что-то из себя представляете, вы просто обязаны добыть туда билет. Затем группа иномирных гостей и их сопровождающие направились к ферме Эплов. Жеребенки всю дорогу подпрыгивали и распевали песенку про волшебный Галла, лишь изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Чаще всего, когда одна из старших сестер отдергивала их, пытаясь успокоить. Правда, уже через пару мгновений неугомонная троица снова начинала скакать и шуметь, словно бодливые козлята. Дженни, Гермиона и Миртл тоже явно заволновались, когда узнали о Гранд-Галла-Пингалла, хотя младшая Грейнджер переживала скорее о том, что не знала ни одного танца. Тем временем Рерити подчевала слушателей историями о своих предыдущих посещениях Галла и о тех пони, кого и посчастливилось повстречать на этих мероприятиях. Гарри уныло плелся вместе с Роном, вспоминая, как прошел его предыдущий бал, и опасаясь, что этот будет таким же скучным. Два жеребчика справедливо предполагали, что их там будут ждать исключительно нудные танцульки и бесконечный трындеж взрослых расфуфуренных аристократов. Ни те побегать, ни те пошалить, скука же смертная. Разве что закуски были довольно неплохими и необычными. Последняя сразу заинтересовала Рона, который тут же оживился, едва услышав, что еды будет предостаточно. Краем уха они услышали, как мама Гарри заверяла остальных, что она с подругами будет рада любому желающему дать несколько уроков танцев. Почему-то последняя не вселяла в Гарри ту же уверенность, которой фонтанировала его мама. Бабуля Смит была до нельзя рада пригласить дорогих гостей за огромный накрытый стол, который едва не ломился от разнообразных явств, в основном, конечно же, из или с яблоками. Старушка постоянно подкладывала на тарелку добавку, поскольку, по ее словам, все они, взрослые же ребята, были такие худющие, словно не емшие как следует недели аж три или аж на все четыре. Набив животы до такой степени, что едва могли ходить, друзья направились в Панивиль. Выйдя из гостеприимного дома Эпплов и оказавшись под чистым небом, Миртл с нескрываемым восторгом в голосе воскликнула. «О, смотрите, какая чудесная луна сегодня вечером!» Вид яркого полнолуния потрясного прибывших. Холст неба еще не был заполнен до конца, пока были видны только самые яркие звезды. Но даже они сверкали подобно бриллиантам, и их свет совершенно не терялся в блеске луны. И, конечно же, на небе сьели созвездия, совсем чуждые опытному глазу, например, Гермиони, которая дома даже приобрела атла звездного неба, чтобы было легче читать книги по астрономии. Однако и одной луны было достаточно, чтобы полностью сбить зрителей с толку. Отметины на ней не были похожи на привычный обитателям земли облик луны. Именно ночное небо сильнее всего убедило и детей, и взрослых, что они оказались очень-очень далеко от дома. Гарри и остальные, уже знакомые с городом, проявили остаток короткой прогулки, хихикая вместе с жеребенками, которые продолжали время от времени восклицать «Мы идем на Гаала», тогда как Гринджеры и Сириус больше времени смотрели вверх и по сторонам, чем на то, куда ставили копыта. Как только они оказались в городе, уставшие от непривычной воздушной акробатики, Скуттелу и Рейнбо разлетелись по домам. Еще одним сюрпризом для новичков стал дом Рерити и Свити Белль, бутик-карусель, как, собственно, и некоторые другие здания, встречные по дороге. Архитектурные чудеса, освещенные мягким лунным светом, поразили их до глубины души. После торжественного обещания завтра с утра устроить экскурсию по замку, гостей наконец-то развели по отведенным им комнатам. Гарри же эту ночь провел в комнате мамы. Было так приятно снова ее обнять, зарывшись лицом в мягкую теплую гриву. Проследив из замкового окна, как поезд исчезает вдалеке, Альбус вздохнул с облегчением. Хоть одна гора свалилась с плеч, пусть всего и на неделю. Правда, эта самая предстоящая неделя обещала стать весьма насыщенной. В министерстве его ждала гора проблем ничуть не меньше, чем в школе. После той злополучной попытки на я... в смысле встречи с премьер-министром и послом, Корнелиус на пару с Долорес немного подуспокоились. Дамбалдор поделился с ними частью воспоминаний о битве принцессы Луны с Василийском, когда тот покинул свое логово и был перехвачен в лесу, из-под вали внушая им мысль, что с эквестрицами следует вести себя крайне осторожно. Долорес, правда, по-прежнему считала их нелюдями, Но даже ей пришлось признать, что пытаться угрожать существу, способному, не особо напрягаясь, скрутить буквы ЗЮ, двадцатиярдового Василиска, не самая умная идея. Больше всего в его воспоминаниях министерских чинуш поразил тот момент, когда принцесса Луна заявила, «Такого удовольствия мы не испытывали уже тысячелетия. Быть может, что у Вас найдутся и другие монстры, с коими могли бы мы в сражении сойтись?» И особенно то, насколько удрученной она выглядела, услышав отрицательный ответ Дамблдора. Столь странная реакция на ответ пожилого мага могла говорить либо о детской легкомысленности младшей принцессы, что как-то не соответствовало ее почтенному возрасту, либо тому, что она реально обладала могуществом, далеко выходящим за рамки их нынешнего представления о возможностях живого существа. И это, если не вспоминать, про явно имеющийся у нее немалый боевой опыт, с которым вряд ли мог сравняться хоть один из нынешних Авроров. Более того, учитывая численность эквестрийского населения, правящие геархи могли поставить в строй куда больше бойцов, чем британские маги и ведьмы могли надеяться собрать. В конце концов, Альбусу удалось убедить Корнелиуса и Долорес, что идея сразиться с эквестрийцами, как одна магическая нация против другой, безумна и не даст им и шанса на победу. Тем более, если окажется, что эквестрийцы и правда могут открывать порталы там, где им вздумается. К тому же, судя по всему, порталы, которые они используют, невозможно отследить. Во всяком случае, их первый портал не мог обнаружить ни один маг, пока они сами не объявили о его существовании. Установив несколько порталов в стратегически важных точках, эквестрийцы смогут перебросить туда тысячи бойцов раньше, чем Министерство магии успеет понять, что вообще что-то случилось. В результате эти двое неохотно согласились, что вмешательство Министерства в тесные отношения эквестрийцев с маглами не приведет ни к чему хорошему. Да, собственно, они все равно ничего не смогут с этим поделать. В заключении он напомнил им пословицу бывшую в ходу в Министерстве «Не отдавай подчиненным приказов, которые не сможешь заставить их выполнить». Вдобавок, как и указывал посол, и неоднократно подчеркивал сам Альбус, маги могут извлечь немалую выгоду от взаимодействия эквестрийцев с маглами. Как минимум, их сотрудничество может отвлечь маглов от охоты на ведьм в прямом и переносном смысле. Ведь теперь всякие несуразности и сверхъестественные явления можно будет легко списать на эквестрийцев и их продвинутые технологии. Министерству лишь оставалось проследить за тем, чтобы маги и ведьмы не начали бездумно пользоваться сложившейся удобной ситуацией и не причинили в итоге сами себе непоправимый вред, нечаянно раскрыв факт существования маги. В результате Корнелиус выразил готовность сотрудничать с Дамблдором в вопросе смягчения дискриминирующих законов, касающихся как нелюдей, так и маглов, и предложил посильную помощь в обновлении правил и законов министерства, ограничивающих несанкционированное взаимодействие с маглами, естественно, не забыв о любимом деле любого министра увеличении штрафов за игнорирование вновь принятых изменений. В конце концов, если они сами не проявят должного внимания к этому вопросу, то магловское правительство может попросить помощи у квестрийцев. И где тогда окажется министерство? Нравится им это или нет, но консерваторам придется изменить свое поведение, иначе они окажутся под прицелом множества палочек крайне рассерженных магов. Дошло даже до того, что бюджет Аварата, пусть и со скрипом, но все же был увеличен, чтобы обеспечить более оперативное реагирование на проблемы, требующие исправления, которые неизбежно возникнут после подобных, по-своему, обширных и глубоких перемен. Долорес, на удивление, покорно поддержала предложение министра и даже особо не жаловалась. Публикации Риты также оказали заметное влияние. Ее статьи с глубоким анализом помогли склонить общественное мнение в пользу эквестрийцев и усилить критику министерства за медлительность в принятии решений. Тот факт, что эквестрийцы не стеснялись тратить свои галеоны, вливая свежую кровь в экономику магического мира, добавило еще плюсик к их карме. А то, что эквестрийцы, начав в большом количестве, нанимать безработных магов и ведьм, в качестве учителей и прочих специалистов, быстро стали крупнейшими после министерства работодателями магического мира, и вовсе подняло их на недосягаемую высоту, сделав серьезной силой на политической ареи. Немалое влияние на ситуацию оказало голос Сириуса, который теперь снова занял законное место семьи Блэквизингамоти. Многие колеблющиеся семьи прочно встали за спиной у Дамбалдора, поскольку недавно освобожденный серый маг проголосовал за предложенные им законы. Многие представители старых консервативных семей, ранее убежденные сторонники партии Люциуса, перешли в разряд свободных избирателей, а большинство и вовсе последовали примеру Сириуса. Теперь так называемый темный блок потерял преимущество, и время любого голосования неизбежно оказывалось в меньшинстве. Дамбалдор мог с уверенностью сказать, что Люциус, умело скрывавший свои настоящие эмоции за маской спокойного презрения, был просто вне себя из-за своего неожиданного политического бессилия. Даже его пожертвования на достойные дела практически не повлияли на количество голосов. Сириус просто делал еще большие пожертвования на те же цели, а порой, когда это было необходимо, не гнушался и перекупить нужных ему людей. Ставшие еженедельными встречи с Корнелиусом помогали поддерживать внимание министра на том, что, как считал Альбус, следовало ускорить. Приведение всех законов магической Британии в соответствии с законами маглов. Впервые за много лет Дамбалдор почувствовал, что Визингамот движется в правильном направлении. Теперь он мог честно показать магловскому правительству, что маги исправляют свои законы и что ему удалось привести их в соответствие с тем, что маглы считали законом страны. Со временем маги привыкну к тому, что эквистрийцы скрывают факт существования магии, но при этом имеют обширнейшие контакты с маглами, и это приносит пользу всем, и маглам, и магам. Но официальное консульство эквистрийского посольства в Хоксмите, открывающееся в понедельник, поможет еще больше привлечь внимание магической Британии к эквестрии. И то, что появление консульства также станет стимулом для местной экономики, посещаемость всех заведений явно увеличится. Лишь совпадение и небольшой приятный бонус. Но сколько многое еще предстояло сделать. Слишком многие влиятельные люди считали себя проигнорированными, что министерством, что эквистрийцами, а потому глубоко оскорбленными, из-за чего могли сгоряча наломать дров. Вот они и станут его следующей целью. Необходимо убедить как можно большее число таких вот неопределившихся одиночек поддержать изменившийся политический курс. Может быть, стоит предложить эквистрийцам посетить бал этой весной? Если удастся обеспечить их присутствие, будет довольно легко найти заинтересованных партнеров, для проведения мероприятий, каждому подарить шанс встретить одну из таинственных эквистрийских принцесс и гарантированно пообщаться с послом Блюбладом. А пока следовало попытаться убедить эквистрийцев, что Гарри стоило бы провести лето в гостях у Изли. Он очень надеялся, что Сириус ему с этим поможет. Завтрак и время после него прошли интересно для всех. Во-первых, Сириус сразу же обратил внимание на Гарри. Едва тот вошел в столовую, и пока все они дружно живали, сидя за столом, не спускал в жеребенка глаз. Крестный неотрывно следил за тем, как он ел, разговаривал с семьей и друзьями, отчего Гарри даже стал чувствовать себя не в своей тарелке из-за столь пристального внимания к собственной персоне, и потихоньку придвинулся под бок к маме. — Не помню. Говорил ли я тебе, что мы познакомились с твоим отцом в Хогвартс-экспрессе? — внезапно заявил Сириус, отставив в сторону чашку с горячим шоколадом. Казалось, он вообще не заметил реакции Крестника. — Там же впервые встретили твою маму. По какому-то странному стечению обстоятельств. Мы все оказались в одном купе. Еднорог покачал головой и ухмыльнулся. Джеймс тогда влюбился в нее с первого взгляда. А еще как-то раз мы решили немного пошалить, и всей компанией отправились. Гарри зато и вдыхание слушал рассказы Сириуса о старых добрых деньках. О том, как к ним присоединился Римус, обо всех тех забавных и не очень розыгрышах, что они устраивали на пару с Джеймсом, и многом другом. Как оказалось, не он один, мгновенно почувствовавший в Блэке родственную душу неугомонные жеребенки слушали его откровения, развесив мохнатые ушки, явно черпая из них вдохновение для своих новых проказ. Когда же Гарри сказал Сириусу, что Римус уже успел поведать ему некоторые из этих историй, последний поначалу очень обрадовался и даже устроил мальчику настоящий экзамен, буквально завалив вопросами наподобие, а он рассказывал о том времени, когда мы... или... а он говорил про то, как Джеймс и я захотели... Правда, после дюжин отрицательных ответов Крёст незаметно расстроился. Чем же он тогда вообще занимался всё это время? Раздражённо пробурчал мак, хмуря брови. Но... Гарри выглядел немного виноватым. Как можно рассказать, встречаясь далеко не каждую неделю. Мы беседовали с ним раз пять или шесть, и то не больше часа. — Что?! В ярости вскочил Сириус и широко раскрытыми глазами уставился на жеребёнка. — И это всё?! Да он должен был беседовать с тобой каждые выходные, как минимум! И сердито зыркнул на Гарри, отчего тот невольно отпрянул и прижался к боку матери. — Почему он не встречался с тобой чаще?! Разъярённо воскликнул мак. — А может быть, он не хотел, чтобы кто-то решил, что он завёл себе любимчик? Пробормотал Гарри, не зная, как защитить профессора Люпина. Или, может, у него слишком много работы с проверкой домашних заданий и планированием уроков. Но, по крайней мере, он сам так сказал «От таких тухлых отмазок воняет, как от пяток тролля!» В сердцах воскликнул Сириус и начал метаться туда-сюда по комнате. — Рассказы о твоих родителях и нашей дружбе важнее какой-то там домашки! Его долг как мародёра состоял в том, чтобы ты узнал о прошлом как можно больше! — добавил он, вновь замерев на месте и повернулся к Гарри. — Сириус! — строгим голосом сказала мама, вперившись с него недовольным взглядом. — Ты перегибаешь палку! Маг вздрогнул и отступил на полшага, наконец заметив, что жеребёнки, Гермионос, Джинни, Миртл и даже Рон сверлят его хмурыми взглядами, а родители Гермиона, незнакомые с истинным положением дел, растерянно переглядываются, не понимая причины столь бурной реакции на слова мальчика. Сириус вздохнул и покоённо развёл передними ногами. — Извините. После стольких лет общения с дементорами эмоции иногда бьют через край. — Однако это его нисколько не оправдывает. Так что я ещё потолкую с Римусом, когда вернёмся в Англию. Он громко фыркнул. — Нет. — Так игнорировать сына своего лучшего друга ради каких-то там уроков? — Ха! Да я ему за это такой розыгрыш устрою, что он на всю жизнь запомнит. Немного успокоившийся Сириус вернулся за стол, вздохнул и взглянул в глаза крестнику. — Прости, Гарри. — Я не хотел на тебя срываться. Просто твои слова застали меня врасплох. Ты тут абсолютно ни при чём, не обращай внимания. Этот Римус... Гарри немного расслабился, и ему не нравилось находиться в эпицентре такого безудержного гнева. Сириус снова вздохнул. — Дайте мне минутку. — Сказал он, и, закрыв глаза, несколько минут сидел неподвижно. Гарри с недоумением взглянул на Сириуса, затем упросительно на жеребёнок. Те только пожали плечами, а Свити Белль, сидевшая рядом, прислонилась к его боку. Мама укрыла их обоих своим крылом. Сириус открыл глаза и расслабленно улыбнулся. — Ну... Мы вроде говорили о твоих родителях, верно? И вновь Гарри с упоением слушал рассказы об отце, особенно о том, как мать отвергала все его ухаживания. Джеймс с невероятным упорством и целеустремлённостью добивался расположения Лилии на протяжении всех лет обучения в Хогвартсе. В конечном итоге пришёл к успеху. Правда, она окончательно вошла в их компанию лишь на последнем седьмом курсе. Вот почему Сириус не так уж много знал о её жизни до этого славного события. Но даже у него нашлось несколько действительно замечательных баек об их приключениях, а также несколько трогательных историй, повествующих о событиях, произошедших после того, как Лилии объявила о своей беременности. А уж рассказ, как мазь Гарри, заставила мужа буквально рыть копытом землю. В самом, что ни на есть прямом смысле этого слова, Джеймс сбитый час выкапывал тот злосчастный корешок в своём анимагическом облике оленя, дабы удовлетворить её диковинные кулинарные запросы, заставил слушателей даже не смеяться, да колик ржать в полный голос. Сириус даже рассказал, что был усыновлён Поттерами, избежав из дома своих предков, несколько лет прожил с ними. Однако он наотрез отказался объяснить причину своего разрыва с роднёй, взамен пообещав Гарри подробно рассказать о его бабушке и дедушке. Чем больше мальчик слушал Крёстного, тем в большее замешательство приходило. Истории, которые рассказывал Блэк, были забавными, смешными, но не более того. В отличие от тех газетных статей, которые он читал прежде, все эти розыгрыши были просто проделками компании малолетних шалопаев. Иногда глупыми, иногда весёлыми, но жестокими и унизительными нет никогда. Да, поначалу шалости мародёров могли смутить или даже разозлить жертву, но потом разыгранный сам искренне смеялся вместе с шутниками над тем, как его провели. Розыгрыши больше напоминали дружеские подначки, а не жестокие шуточки, в стиле охоты дадли на Гарри, после которых разыгранному частенько требовалась скорая медицинская помощь. Короче говоря, они даже близко не были похожи на тот мрак и ужас, который журналисты любили во всех, очевидно, придуманных красках, расписывать в своих потирочных газетных статьях и книгах. Марафон, как выразился Спайк, очешуительных историй продолжался всё утро, после чего вдоволь насмеявшиеся участники наконец выползли из-за стола. Местоискатели предложили новичкам устроить экскурсию по Паневилю, и те с радостью согласились. По дороге жеребёнки дабы показать, что и они не копытом деланы. Фраза, которую Гарри как-то слышал от какого-то заезжего жеребца, когда гулял по Паневилю, и которая почему-то въелась ему в память, услаждали слух всех желающих байками об их собственных приключениях во время многочисленных безуспешных попыток заполучить вожделенные кьюти-марки. Их истории очень понравились Сириусу, и Мак со всей ответственностью заявил, что Гарри повезло оказаться в отличной компании. Рейнбу Дэш нашла время, дабы показать родителям Гермионы базовые приёмы полёта, и даже на собственном примере продемонстрировала, что падения с высоты не являются для Пегасов особой проблемой. — Вот видите, — заявила Рейнбу, выбираясь из небольшого кратера посреди дороги. — Ничего страшного. Пегас на самом деле удивительно крепкий. — А ещё мы самые потрясные! С этими словами она взлетела в небо и заложила петлю вокруг, оставляя за собой полупрозрачный радужный шлейф. Затем легко приземлилась рядом с Грейнджерами и заговорчески прошептала. — Вы можете пострадать только в том случае, если специально этого захотите! Вскоре Грейнджеры уже вовсю хлопали крыльями, медленно планируя, куда получится, время от времени врезаясь в разнообразные препятствия. Эта небольшая практика придала им уверенности, а к концу дня их навыки маневрирования в воздухе и вовсе неплохо так прокачались. Больше всего они вдошевились, когда убедились, что даже при падении с высоты в 3-4 своих нынешних роста, то есть около 5 ярдов, у них даже синяков и ссадин не остаётся. Ужин тоже выдался весёлым. В гости на огонёк заглянули Рэрити, Эпплджек и Рейнбу, которым не терпелось узнать о событиях, произошедших в Хогвартсе после канона Дня Согревающего Очага. Так что теперь же молодое поколение услаждало слух старших, наперед боя рассказывая одну историю с другой. Сириус и до того знал, что Северус Снейп, или Ньюниус, как он его называл, стал профессором зелеварения в Хогвартсе, и потому он буквально рыдал от смеха, слушая рассказы детей о том, как Свитти Белли каким-то образом умудрялась каждый урок превратить в локальное и стихийное бедствие разной степени разрушительности. Подводя итог, они прикинули, что только в этом году она сумела создать зелье многократного драконьего чиха, которым подожгла мантию профессора Снейпа, а затем и его волосы, эффект которого продлился до самого ужина. Вдобавок, при каждом чихе пламя меняло свой цвет. В другой раз воздействие незапланированного зелья заставило ее говорить исключительно в рифму до конца дня. На следующей неделе любой напиток принимался жаловаться на свою горькую судьбу, стоило ей попытаться его выпить. А еще через неделю она заразила себя и окружающих приступом икоты, которая всякий раз меняла цвет волос на нечто новое, зачастую порождая совсем уж безумные сочетания. Гарри, давясь от смеха, пожаловался на то, как трудно оказалось сохранять лицо невозмутимым, когда волосы профессора Снейпа внезапно окрасились в тошнотворно-зеленую клетку, а его мантия пошла с желто-синими полосами. И, конечно же, они с восторгом рассказывали о дне Святого Валентина, когда у всех вокруг головы кружились розовые сердечки, и о том, как бесился профессор Снейп от того, что по существу сам же и вызвал этот эффект, когда дематериализовал, казалось бы, абсолютно безобидное и бесполезное зелье Свити Белль. И ведь это был далеко не полный список всех ее достижений. Но рассказ о том, как Северуса превратили в женщину, поставил жирную точку в бесконечном повествовании. Услышав подробности произошедшего, Сириус свалился под стол, где долго валялся и ржал, как понь, демонстрируя исключительное, стопроцентное вживание в новоприобретенное копытно-рогатое тело. Временами ненадолго останавливаясь, дабы отдышаться. В какой-то момент Гарри даже испугался, а не откинет ли Мак свои изящные копытца от недостатка кислорода. К счастью, все обошлось. Все-таки его крестный оказался крепким жеребцом со здоровыми легкими. — Дайте поскорее омут памяти! — хриплым голосом воскликнул Сириус несколько минут спустя, когда сумел хоть немного успокоиться. — Мне срочно нужны копии этих воспоминаний! И он с надеждой воззрился на принцессу Аликорну. — Но у нас вообще-то нет ничего подобного! — негромко ответила она, нахмурившись. — Омут памяти? — непонимающий переспросил мистер Грейнджер, глядя на жену. После краткого объяснения, что это такое и для чего нужно, все ненадолго задумались над тем, насколько полезным может оказаться подобный предмет. — Я могла бы заново пересмотреть все свои лучшие трюки и лучшие трюки вандерболтов, а еще запомнить малейшие нюансы их полета! — воскликнул Рейнбу, носясь по комнате. — А я? Снова увидеть сшитые, когда-то давно уже проданные платья! — ахнула Рэрити. Сириус порывисто встал. — Прошу прощения, дамы, но мне нужно ненадолго уйти! — сказал он. — Я принесу Омут памяти Блэков! — Сегодня уже поздно ходить через портал. — Разберемся с этим завтра! — остановила его Твайлот. — Да, и не забудьте завтра заглянуть ко мне в бутик. Мне надо обязательно снять с вас мерки для платьев! — сказала Рэрити, окидывая профессиональным взглядом всех кобыл в комнате. Вздрогнувшие было при этих словах Рон и Гарри с облегчением выдохнули. Увидев, что их, похоже, этот кошмар не коснется. — Это и к вам относятся, юные джентлькольты! — повернувшись в их сторону, объявила беспощадная Рэрити. Жеребята в печали опустили ушки от таких нерадостных перспектив. — Совсем от копыт отбились! — Я так еще и умываться утром заставит! — мысленно пошутил Гарри, чтобы совсем уж не расклеиваться. Рэрити меж тем уже смотрела на мистера Грейнджера. — И я прослежу, чтобы ваш наряд соответствовал нарядам вашей жены и дочери! — Тот обреченно кивнул, явно смиряясь с неизбежным. Неугомонный Сириус все-таки отправился за омотом, не дожидаясь утра, и вернулся поздно вечером, когда Гарри уже крепко спал, обнимая перед ними ногами свою любимую маму. Услышав от заглянувшего в ее спальню Спайка, который как раз и открыл крестному Гарри дверь, что тот все-таки принес вожделенный артефакт, Твайли, убедившись, что Гарри заснул, немедленно лишние секунды исчезал в своей лаборатории вместе с Сириусом. Проснувшись следующим утром довольно-таки рано и не обнаружив рядом своей мамы, Гарри, прекрасно зная ее привычку увлекаться чем-то и засиживаться допоздна, сразу заподозрил, что омут памяти крестный им все же вчера вечером принес. В принципе, отсутствие Твайлот его даже нисколько не удивило, если знать, что ей представилась возможность детально изучить редчайший артефакт. И хотя Сириус совершенно не знал, почему и как тот работает, зато он отлично умел им пользоваться. Когда стало очевидно, что ушедшие с головой в работу исследователи и не думают покидать лабораторию, то Гарри на пару со Спайком отнесли завтрак им прямо туда. Твайлот так увлеклась созданием своей собственной версии каменной чаши, что даже не замечала непрошенных вторженцев, пока Спайк не поставил тарелку прямо ей под нос поверх ее исследовательских заметок. Вырубившись еще до их прихода Сириус, тихо лежал на кушетке в углу комнаты и пускал слюни во сне. Однако запах омлета и кофе быстро привел его в чувство. Как только завтрак был проглочен, крестный тут же пристал к Гарри, чтобы тут немедленно начал делиться воспоминаниями. Когда Гарри не вернулся в столовую, в лабораторию проникли же ребенки, кои были немедленно взяты под белый, рыжий и желтый копытца, соответственно, с той же целью. Твайлот заявила, что попросит их воспоминания позже, когда закончит собственный вариант омута памяти. На ее слова Сириус просто продублировал добытые трофеи, расфасовал их по флакончикам и, пометив, кому какие принадлежат, передал их принцессе дружбы. Полсчо вылил свою половину дубликатов, принадлежащему омут памяти. Чуть позже, когда уже и жеребенки из подвала не вернулись, вдобавок оттуда начал доноситься почти демонический хохот, к ним решили спуститься сгорающая для попутства Миртл, Перси и вся семья Грейнджеров. В принципе, их любопытство было легко объяснимо. Возможность пережить чужие воспоминания и увидеть одно и то же событие с разных точек зрения порой просто неоценима, да и это попросту очень весело, особенно если смотреть картину в целом, после того, как воспоминания нескольких свидетелей объединили в одно. Это также дало возможность старшим Грейнджерам подробно изучить повседневную жизнь в Хогвартсе и то, насколько магия может быть полезной в хозяйстве вещью. А заодно убедиться, насколько ужасным учителем был профессор Снейп. «Да его бы заодно только скотское отношение к ученикам даже из самой никудышной школы поганой метлой прогнали бы!» Возмущалась мисс Грейнджер, всплеснув передним копытом и развернув крылья. «Я уже молчу о том, насколько отвратительно он подает материал!» «Правительство отозвало бы его лицензию на преподавание быстрее, чем бы вы успели сказать «Боже, храни королеву!»» — добавил ее муж. «К сожалению, с ними в этот момент не было, Твайлет, чтобы та смогла сама посмотреть на занятия или услышать комментарии Грейнджеров. И это плохо», — подумал Гарри, но затем взглянул на возмущенного Спайка, который внимательно наблюдал за происходящим. Дракончику тоже было интересно увидеть, на что похожа магическая школа, и покачал головой. «А может, и хорошо, что ее сейчас нет», — сказал себе жеребенок. «А то шума бы было...» Едва ли не посекундное изучение воспоминаний Свити Белль о нескольких крупных катастрофах наконец-то позволило им понять, почему зелья Свити срабатывали не так, как нужно. Обычно причиной неприятности было ее подсознательное желание улучшить зелье, после чего магия-единорожки буквально брала на себя руку или копыта в ее родном облике на кухне своей хозяйке в процессе приготовления, что и приводило к непредсказуемым результатам. Наверняка они все бы еще долго не вылазили из лаборатории, если бы в подвал не ворвалась разъяренная Рерити, уставшая ждать, когда же подруги и гости соизволят явиться в карусель на примерку. К облегчению Гарри и Рона Рерити обмерила их первыми, позволив сбежать из бутика на волю, пока остальные были заняты. К сожалению, Твайлет потребовала, чтоб из замка не копытом, так что же ребятам пришлось искать развлечение дома. Впрочем, скучать им не пришлось. Рону очень понравился желоб, ведущий в бассейн, так что мальчишки вдоволь набултыхались и наплавались. Когда же вернулись остальные, купание приобрело массовый характер. Единороги отлично потренировались с телепортацией, перекидывая всех желающих обратно в тронный зал. Так что ничего удивительного не было в том, что когда настало время ужина, все едва волочили ноги от усталости. И хотя же ребята мужественно утверждали, что они еще и го-го, их прямо из-за стола отправили в кровати, в которой те повалились как подкошенные. Минуту спустя из спален доносилось только тихое посапывание и похрапывание. Суматошный день подошел к концу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!